Это программа День с толком в студии Татьяна Голубева. Смотрите сегодня в выпуске. С долгами рассчитались, но лишь частично. Ничего не стало очень неплохо. Было так и есть. Проезд в общественном транспорте вновь может подорожать. Темп работает, но в другом темпе. Все те спортивные, тренировочные, соревновательные мероприятия, они есть в Крымдаре, они никоим образом не ущемляются. Единственный в крае футбольный манеж стал причиной большого общественного скандала. Стихи, песни, народные гуляния и почетные гости. Мое детство и, в общем-то, мое становление прошло исключительно под его песни. Как в крае прошел фестиваль имени Роберта Рождественского. Барнаульские пассажироперевозчики вновь заговорили о возможном повышении стоимости проезда. Из-за финансовой нагрузки, с которой они не могут справиться. По их словам, прибыли от последнего повышения цен хватило лишь на то, чтобы частично погасить долг за топливо. О том, что билет вновь подорожает, пассажироперевозчики официально не заявляют. Возможно, боятся общественного негодования. Но информация о возможном повышении тарифа за проезд в некоторых интернет-источниках появляется. Тему продолжит Ирина Корчагина. В Барнауле опять могут повысить цену на проезд. Люди на остановке уже нервно реагируют на эту фразу. Буквально в январе тариф поднялся сразу на несколько рублей. Сейчас проезд в автобусе стоит 23 рубля, в маршрутке 25. А в соседнем Новосибирске, где, к слову, тоже дорожает топливо и не растут зарплаты, цена за проезд ниже, чем в Барнауле. Я недавно приехала с другого города, с Томска. Сколько в Томске цена за проезд? Там цена за проезд на 2 рубля дешевле, то есть 21 рубль. Уже достаточно поднимать цену на проезд. В каких-то городах вообще отменили уже это. А где-то, наоборот, стараются понизить. А у нас все повышают и повышают. Вы посмотрите, люди живут на грани нищеты. Это куда еще поднимать-то? А молодежь работает за 10-15 тысяч. Как им выжить-то? По словам перевозчиков, последнее повышение цены не спасло отрасли. Денег не хватило даже, чтобы рассчитаться за долги по топливу. Что уж говорить о зарплатах водителей и кондукторов. О ремонте машин вообще нет речи. Ничего не стало лучше. Как было, так и есть. Лучше или качественнее перевозки пока незаметно. В ассоциации перевозчиков считают, что к проблеме надо подходить комплексно. Если возят льготников, за них платили, город не платит ни копейки. Льготные кредиты, льготный лизинг, как это раньше было. Этого сегодня нет. Поддержка в преференциях. Были преференции по аренде, я имею в виду. Сегодня нет этих преференций. А пока спасать барнаульский транспорт от деградации продолжают пассажирским кошельком. Поэтому не исключено, что в ближайшее время в автобусах и маршрутках появятся новые тарифы. Да хоть каждый день, если зарплату будут повышать соответственно. И пенсию тоже. А так хоть каждый день пусть повышают. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком. Доступен с ограничением. Единственный в крае футбольный манеж «Темп» продолжает работу, несмотря на различные заявления в прессе, что объект закрыт. Все из-за решения суда, который вынес вердикт лишь о запрете проведения там различных массовых мероприятий, а не тренировок. А вот запланированный концерт звезд 90-х отменили прямо перед его началом. Разразился скандал. Кирилл Политов посмотрел, какими темпами идет разрешение конфликта в «Темпе». Тренировки по расписанию в «Темпе», впрочем, занятия и не прерывались. Здесь должен быть футбол и ничего более. Именно так решил суд железнодорожного района Барнаула. Вот такие объявления на входе встречают сейчас посетителей манежа. Речь идет о концерте «Звезд 90-х» во главе с тем самым Андреем Разиным, что свел с ума страну вместе с Юрием Шатуновым. Вот только барнаульский июнь для продюсера оказался весьма неласков. Нет слов, бедные люди, которые живут в Алтайском крае, в городе Барнауле. Конкретно я еще раз призываю всех артистов, не попадитесь, как наши звезды, и не потерпите огромный крах из-за разочарования. Пока там выносятся такие решения, ваши концерты могут быть отменены за 5 минут до начала. Отменять концерт пришлось быстрыми темпами, ожидал Саншлаг. Звездные гости уже прилетели в Барнаул. Некоторые из них погуляли по городу, чуть позже сели на самолет и улетели обратно. Как после напишет Разин, за свой счет понесли убытки и в самом темпе. К этому времени уже были установлены дополнительные трибуны, закрыт газон специальными щитами. Все такими же быстрыми темпами, по заверениям руководителей темпа, завершилось само заседание суда, на котором решалась будущая объекта. Причина – противопожарная безопасность. В любом случае мы будем обжаловать это исковое заявление, мы с ним не согласны. Мы параллельно будем готовить документы и добиваться какого-то официального подтверждения, что можно проводить именно такой вид деятельности. Манежтемп пополнил список спортивных объектов, которым были точно такие же претензии со стороны проверяющих. Первым из них опечатали дворец зрелища спорта. В итоге самая большая ледовая концертная площадка края так никогда и не откроется. Затем накопилось немало вопросов в Карандин-арене. Исправили теперь вот очередной случай. Это частный коммерческий объект, который вправе распоряжаться так, чтобы, ну, наверное, он ему приносил в том числе и доход. Все те спортивные, тренировочные, соревновательные мероприятия, они есть в календаре, они никоим образом не ущемляются. Вторым темпом звезды прошлого века обещают заехать на Алтай уже в сентябре. До этого владельцы манежа намерены исправить все недоработки и поменять в документах назначение объекта, добавить к слову «спортивная» приставку «концертная». Ольга Бузова, в отличие от Андрея Разинова и компании, похоже, может выдохнуть выступление певицы в уже обновленном темпе, обещают организаторы, должно пройти без срывов. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. А этому мероприятию ничего не помешало состояться. Даже надоевший дождь на время прекратился. В минувшую субботу на родине Роберта Рождественского в селе Косиха масштабно отпраздновали день рождения поэта. Гостей встречали стихами, песнями, народными гуляниями. Подробнее Дарья Эдемиллер. Сегодня в Косихе фестиваль Роберта Рождественского. И это здесь практически государственный праздник. Я приехала сюда впервые и решила составить универсальный маршрут. Начать свою экскурсию я решила с похода в музей. Здесь мы познакомимся с Робертом Рождественским. Пойдем со мной. Роберт Иванович встречается с молодым тогда композитором Александром Флерковским, который приехал на Алтай для сбора песенного материала. Надо сказать, что семья Рождественских каждый год регулярно подпитывает наш фонд новыми экспонатами. И вот в этом году дары были тоже бесценные, все можно назвать. Во-первых, это портрет самого Роберта Ивановича, работы известного, знаменитого художника Никаса Сафронова. Причем выполнен в необычной манере для самого художника. И вызывающий такой интерес у публики, который знают, разбираются в живописи, что это какое-то такое очень необычное новое слово. Во-вторых, большой комплекс материалов привезен в фотографии, документы, письма, связанные с жизнью Веры Павловны. Это мать поэта. Поклонитесь леву русскому, поклонитесь на землю. Ну, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы следующее поколение не утратило вот эту любовь к Роберту Ивановичу, потому что мое детство и, в общем-то, мое становление прошло исключительно под его песни. Но мы даже не знали, что они все его. У следующей нашей остановки очень романтичное название – «Яр любви». И это основная площадка фестиваля Роберта Рождественского. Здесь развлекают гостей. 91 мне, я не буду горевать. А сейчас тушки сочиняю, буду их и распивать. Я сейчас тушек много знаю, и шуток их полно. Приезжайте к нам в Борисске, за счет тушки меня еще. Мы всегда ходим, мы местные, всегда приходим и с удовольствием отдыхаем здесь. А почему? Ну, почему? Он наш земля. Как, почему? Интересно, здесь весело, хорошо. Артисты приезжают с городом. Интересно, общение, разнообразие. Как говорится, приобщаемся к массовой культуре. Ну и кульминация сегодняшнего вечера – это концерт. После того, как мы погуляли по ярмарке, посмотрели на народные пения, пришло время культурно обогатиться. Пока все ждут Сверидова и Дятлову, наблюдаем пение капелла. Приплываю краски сны. Шура на лимбонию летит, корабль по морю ведет. А кто меня куда влекает по белому свету? Свери будет. Какие старые слова, пока кружится голова, пока кружится голова. Праздник здесь продлится до позднего вечера, но я настоятельно рекомендую вам оторваться хотя бы на мгновение, чтобы провести время здесь, на яре любви, и полюбоваться природой. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком. А вот полюбоваться ироничными картинами барнаульского художника Алексея Чеканова можно в музее «Город». Там работает его персональная выставка «Мой Вавилон». Кстати, уже 20-е по счету. Некоторые мы работы знаем, некоторые новые. Ну, узнаваемо издалека, с коридора было видно. Чья это выставка? Он называет себя мастером парадоксов. И действительно, человеку, который привык видеть в картине классику, понять это творчество сложно, но парадокс. Его работы востребованы. Я вообще не задумываюсь, нужно полностью мозг включать. Значит, мне нужно мозг включать, это получается дизайнерская картина, лишенная вообще какой-либо культурной ценности. Поэтому все идет от парадокса. Вот я считаю себя одним из лидеров парадокса. Алексей Чеканов посвятил себя искусству с детства. Работал художником-оформителем в редакции газеты, позже в Театре драмы. Первую выставку организовал, когда ему было 30, а затем побывал во многих городах России. Его имя знают и в странах СНГ. В прошлом году в Киеве вышла книга об алтайском художнике. На вопрос, всегда ли есть желание творить, отвечает. Бывало я в жуткой депрессии, потому что, когда я понимаю, что не лепится ничего, не делается. Потом выйду на улице, прогуляюсь, я живу на горе, прогуляюсь, пробегусь, там вот этот раз со здоровьем. Помогает справиться с тоской 7-летний сын, он же главный вдохновитель. Работы Алексея выполнены в виде зарисовок. Каждая дополняется авторским текстом с фирменным чекановским юмором. При этом ни в одном рисунке нет ни злобы, ни осуждения. Чистой воды ирония. Выставка открыта до 13 июля в музее «Город». Елена Кузовкина, Антон Васильев, Николай Шилко. День с толка. А сейчас еще немного полезной информации. Скоростной интернет на даче или в отдаленных от современной цивилизации районах теперь это не мечта, а реальность. Новая марка спутникового интернета от Сенсат стала доступной жителям Алтайского края. Там, где заканчивается классическая связь, начинается территория РТКОМ. Здесь слово «связь» равно слову «жизнь». Компания РТКОМ официально объявляет о старте продаж и подключений услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой Сенсат для дома и офиса на территории Алтайского края. Есть три способа. Первый – оставить заявку на сайте Сенсат в интернете. Второй способ – позвонить в Сенсат по бесплатному телефону 8800 или если находитесь в Барнауле, можете позвонить нам. Услуга предоставляется по цене от 670 рублей на скорости до 45 Мбит в секунду. Подключить скоростной спутниковый интернет у себя дома может любой желающий. Для этого достаточно мобильного приложения, с помощью которого мы находим нужный спутник на небе и получаем сигнал прямо у себя дома. Оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от Сенсат можно на сайте, который на экране. Скоростной интернет Сенсат – спутник безграничных возможностей. А еще кроме интернета россияне любят карты. Речь идет не об азартных играх, а о способе оплаты. Все чаще люди пользуются пластиком для оплаты товаров и услуг. Какие карты и почему популярны сегодня? Давайте попробуем разобраться. На начало года в России было свыше 270 миллиона карт. 35 из них – кредитные, с лимитом средств, установленным банком. От пары десятков до сотен тысяч рублей. Одно из главных преимуществ карт перед наличными – различные программы лояльности. Программы лояльности позволяют клиентам получать дополнительный комфорт и выгоду. Например, возвращают часть потраченных средств. Один из самых популярных продуктов банка «Восточный» – карта «Кэшбэк». позволяет возвращать до 10% средств по пяти различным направлениям. От похода в кино до визитов на АЗС и оплаты ЖКХ. Многие используют ее как для крупных покупок. Лимит в 400 тысяч – это позволяет. Так и для повседневных расходов. Вытеснят ли карты наличку – покажет ближайшее будущее. Но пользоваться финансовыми благами цивилизации можно уже сегодня. И уже сегодня, кстати, можно заниматься йогой прямо на крыше. Но, правда, когда дождь закончится, в нашем городе есть только одно место, где на открытом воздухе целый день занимаются спортом. А вот где оно, узнаете прямо сейчас. Шесть видов йоги – зумба, табата, латино и стрейчинг. Занятия по этим направлениям можно было посетить совершенно бесплатно. Их проводили на крыше клуба «Магис Спорт» на взлетные 25. Тренинги начались в 9 утра. Все гости, предварительно прошедшие регистрацию на сайте фитнес-центра, могли поработать с дыханием, разбудить мышцы и насладиться солнечным днем. Преимущество занятий на крыше заключается в том, что здесь свежий воздух. Сегодня еще отличная погода. У нас люди очень устают от зимы. И хочется просто сменить обстановку вместо зала. Просто позаниматься на открытом воздухе. По соседству со спортсменами загорают отдыхающие. В солнечные дни крыша фитнес-центра «Магис Спорт» напоминает настоящий курорт. Удобные лежаки, освежающая вода в бассейне, мороженое, прохладительные напитки и специальное летнее меню. Для жителей Барнаула и особенно индустриального района этот курорт шаговой доступности. В любой момент отдыхающие под солнцем могут присоединиться к тренировке. Нагрузку тренеры дают небольшую, но очень приятную. Здесь в основном направления майн-боди, которые направлены на расслабление в основном всего тела. И не только тела, но и психоэмоционального состояния. Открытый бассейн и тренировки на крыше будут ждать горожан до конца лета. В «Магис Спорт» подберут нагрузку как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи!